Живописный образ России в Муроме. В выставочном центре открылась выставка произведений живописи, графики, художники войны, художники о войне, посвященной 70-летию Великой Победы. На творческую встречу с организаторами отправилась наша съемочная группа. Я наглядела все горящие шалоны, видела взрывы, а вот эти все картинки, они все всплывают. Вот сейчас многое всплывает даже у нас, у детей войны. Такие картины и по сей день встают в глазах у каждого, кого коснулась война. Художники, прошедшие фронт с винтовкой в руке, смогли запечатлеть их в своих работах. Уникальная выставка произведений живописи была собрана к 70-летию Великой Победы. Сегодня мы принимаем здесь у нас в гостях директора и президента галереи «Союз творчества» тех людей, которые нам эту выставку привезли. Это работы, а их 57, работы, которые были написаны во время Великой Отечественной войны, либо были написаны теми художниками, которые были участниками войны. Боль души, память сердца, личные воспоминания пронизывают каждое полотно. Организаторы выставки Олег Калмыков и Ираида Маклакова. Пильщиков, который летал, боевой летчик, его снимали с полетов, в осажденный Ленинград, он дорогой жизни летал. И он писал своих друзей, товарищей, которые потом награждали, они, в принципе, медалями звездой героя. И издавались его плакаты в благатном Ленинграде. Коллекция собиралась бережно по крупицам. Из живых остался только один из этих представленных художников – это Баруха Николай Федорович. Он живет в городе Волжске, Волгоградской области. Ну, уже старенький за 90 лет. Остальных мы знали лично. Среди авторов картин – преподаватель авиационной школы, летчик-истребитель, почетный кинематографист России, сержант связи и просто солдаты. В юбилейный год Великой Победы выставку «Художники войны. Художники о войне» могут увидеть все жители города. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости, Муром.